МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу события в студии Александр Ломаев. В начале выпуска коротко о главных темах. Укладываемся в срок. Глава города проверила все объекты, где идет строительство по программе формирования комфортной городской среды. Капитальный ремонт домов под контролем неравнодушных жителей. Как собственники могут влиять на процессы, главное, на результат. Новые детские площадки и скверы с рябинами и липами. Как преображаются самарские дворы, покажем на примере дома на Мяге. Победители европейского этапа чемпионата по профмастерству готовятся к новым победам, что нужно, чтобы стать фрезеровщиком с мировым именем. Какой китаец не любит русский пейзаж? Преподаватель китайского университета с самарским прошлым рассказала, что восхищает жителей Поднебесной в России. В Самаре продолжается ремонт парков и скверов. Лидеров общественного голосования по программе формирования комфортной городской среды. Частью национального проекта «Жилье и городская среда». На экскурсию по некоторым из них съездила Мария Левина. Самый спортивный объект, где сейчас проходит стройка, это сквер Фадеева. Сейчас здесь уже сделали беговую дорожку по всему периметру сквера. Это настоящий райский уголок для самарских спортсменов. Ведь каждый любитель побегать знает, что делать это по асфальту не рекомендуется, вредно для коленей. Найти в городе миллионники место, где его нет, крайне сложно. А эта дорожка сделана из безопасного резинового покрытия. Да и сам сквер очень удобно расположен. Каким он должен стать в итоге, решали сами самарцы через голосование по программе формирования комфортной городской среды. Здесь стелят почти 30 тысяч квадратных метров рулонного газона с системой автополива. Тротуары в большей части сквера будут из плитки. Площадь у зеленого уголка большая. Для тех, кто гулять устанет, предусмотрели скамейки. Приходить в сквер можно и нужно с малышами. Для них строится большой игровой комплекс. Отдельное место определили под спортивную площадку. Здесь можно будет заниматься воркаутом, хоккеем, баскетболом, волейболом. Кроме того, появятся раздевалки. На сегодняшний день выполнили половину работ. Полным ходом работы идут еще на одной площадке из рейтингового голосования – Крымской площади. По соседству с величественным зданием 6-го конституционного суда, который откроется осенью этого года, расположится частичка Южного полуострова. На тротуаре плиткой выложат узоры. Помимо скамеек и урн соорудят сухой фонтан, высадят много цветов. Главные символы здесь – это Воронцовская ротонда и маяк. Второй практически готов. Вокруг маяка появятся скамейки. Арт-объект будет освещать вечернюю Самару. Здесь также сделана уже большая часть работ. Закончить все хотят до сентября. А вот на бульваре металлургов почти все готово. Остались штрихи. Ноу-хау для Самары – эко-дорожки с подсветкой. На них плитка будет выложена в шахматном порядке с газоном. До 5 августа обещают привести в порядок и сквер у храма Кирилла и Мефодия. Первым делом здесь расчистили огромную территорию, избавились от аварийных деревьев, а взамен посадили новые. Также здесь появится освещение, скамейки и новая большая детская площадка. Ну, здесь сквер получит достаточно красивый, я так понял. Потому что здесь очень много площадей зелени. Даже здесь такая предусмотренная ситуация, как, может, видите, пошаговое мощение называется. То есть не зелековая пешка, а тоже плитка выложена вместе с травкой. То, что мы сегодня увидели, меня, откровенно говоря, очень радует. Я жду не дождусь, когда же мы эти площадки сдадим, а когда они приобредут тот вид, ту форму, которую мы изначально задумывали. Темпы по всем площадкам не меняются. Полностью закончить ремонт везде планируют к осени. Мария Левина, Василий Кладашов, События. Просят отнестись с пониманием. Проспект Кирова перекроют из-за ремонта, предупредили в региональном Минтрансе. Схему движения общественного транспорта скорректируют. Это коснется участка от Кировского моста до улицы Ветлянской. По словам представителей областного ведомства, подрядчика попросили работать на проезжей части не в часы пик. Завершить ремонт должны к осени. До конца года может стать понятно, кому доверят строительство магистрали Центральная. Если областные власти получат подтверждение финансирования, будут назначены торги. Речь идет о реконструкции проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города. С капремонтом участка автомагистрали Центральная в Волжском районе. Как пояснили в региональном Минстрое, первоначально из федерального центра должны прийти 3 миллиарда рублей. Такая сумма необходима только на первый этап строительства. Всего на объект планируется потратить 14 миллиардов. Проект реализуют в рамках государственно-частного партнерства. Движение по дороге будет платным. Документацию по планировке территории для строительства Центральной утвердили в январе. Сооружение магистрали было предусмотрено еще в генплане 1937 года. С тех пор дорога появлялась во всех остальных версиях документа советского и постсоветского периодов. Но к ее строительству приступили лишь спустя 80 лет. В 2018 году уже начался снос домов, мешающих работам. По предварительным данным, протяженность магистрали составит 14 километров. Проезжая часть вместит в себя 6 полос движения. Площадь строительства превысит 220 гектаров. В перспективе Центральную планируется продлить до центра города с выходом к Фрунзенскому мосту. Несколько сот домов должны капитально отремонтировать в Самаре до конца года. Сейчас работы в самом разгаре. И весьма актуален вопрос, могут ли жители повлиять на процесс. Что делать, если собственники недовольны? Куда писать жалобы? Эксперты из фонда капремонта, ГЖИ и активисты Народного фронта дают подробные инструкции. Наш корреспондент выслушал их и записал. До конца года в Самарской области должны капитально отремонтировать 624 дома. Шестая часть работ уже завершена. Ремонтируют фасады, крыши, инженерные системы, лифты и фундамент. Если жители решают, что вместо запланированных фондом капитального ремонта работ им нужны другие, им идут навстречу. Но сроки выполнения ремонта сдвигаются. Жители принимают решение об отказе от ремонта фасада и выполняют вот эту процедуру для того, чтобы ремонт крови, который у них стоит на более поздний период, перенести, значит, это более ранний период. Это занимает какое-то время. Если доступ к инженерным коммуникациям в квартире закрыт, собственник обязан разобрать короб и создать комфортные условия для работы. Имущество собственника, оно относится, соответственно, собственник за свой счет, либо самостоятельно должен его демонтировать, предоставить в доступ для замены инженерных коммуникаций. Контролирует ход работ фонд капитального ремонта. Если жильцы недовольны качеством, они могут пожаловаться в жилищную инспекцию. Те подписи, которые ставят председатели совета дома, это были абсолютно осмысленные. И главное, не то, чтобы убедили подрядчики в том, что сделано все качественно, а чтобы человек мог в этом убедиться сам. Сейчас Самара активно готовится к отопительному сезону. Самое подходящее время, чтобы подать заявку управляющей компании для проведения профилактики отопительных приборов. Мария Левина, Никита Борисов, Григорий Плешаков. События. Светлый и уютный двор вместо истоптанного газона и ржавых качелей. В Самаре на улице Мяге разобьют сквер и построят новые детские площадки. Как в городе создают комфортную среду, наблюдал Семен Безгинов. Были старые песочницы, вот если вы помните, с советских времен, это такие железные конструкции. И сверху грибочек железный, такой ржавый, ну замечательный. Ну, слава богу, все это теперь уже осталось в прошлом. Еще недавно двор около дома на Мяге-24 был запущенным и неуютным местом. Местная жительница Марина Савина рассказывает, ситуация стала меняться после заявки в районную администрацию. Сейчас здесь строят дорожки и перекладывают трубы. На коммуникации подрядчики дают гарантию не меньше четверти века, а на сам ремонт – пять лет. Используются современные технологии, ППУ-изоляции. В температурный график соблюдаться минимум потерь будут. Фактически потерь вообще не будет составлять. Двор ремонтируют комплексно. Здесь будет две детских площадки – для детей помладше и постарше. Разобьют сквер с рябинами и липами. Уже устроена просторная парковка. Также отремонтированы проезды, поставлены новые фонари. Кроме того, к сентябрю отремонтируют тепловые коммуникации за двором на улице Мяге. Чтобы у нас выезд со двора был отремонтирован раз и навсегда, и больше асфальт не вскрывался, ну, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем. И, соответственно, комфортная городская среда, чтобы получилась не только во дворе, а и когда мы выходим на улицу, чтобы получились красивые газоны, получилась красивая дорога, и в домах было тепло и уютно. Ремонт во дворе на Мяге-24 завершат ко Дню Знаний. Не останутся без внимания и другие жители района. В этом же году отремонтируют дворы на улицах Волгина и Гагарина. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. Закончено расследование дела Дмитрия Сазонова. Сейчас экс-начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Самарского управления Росгвардии вместе со своим адвокатом знакомится с материалами дела, в котором 9 томов. В обвинении остаются два эпизода. Получение взяток от Александра Орлова, действовавшего, по мнению следствия, в интересах охранных структур ОПС Законовские, и покровительство в фотостудии, монопольно снимавшей рожениц с младенцами в родильных домах. Как сообщил журналистам адвокат Карнамазов, придется подать несколько ходатайств, и к середине августа дело уже может быть направлено на утверждение в прокуратуру. Напомню, год назад полковник внутренней службы Сазонов-младший был задержан сотрудниками ОФСБ в кафе после встречи с бывшим милиционером Орловым, который положил меченые деньги между мягких сидений дивана, откуда оперативники их и изъяли. С того момента экс-заместитель начальника регионального управления Росгвардии находится в следственном изоляторе. На днях областной суд оставил без удовлетворения жалобу на продление Сазонову содержания под стражей. Таким образом, он не выйдет на свободу, как минимум, до завершения судебного разбирательства. Далее коротко о других событиях дня. Стало известно, почему погибла рыба возле села Климовка в Самарской области. Напомним, 15 июля очевидец поделился в соцсетях видео с места событий. Пользователи поразили кадры с мертвой рыбой на береговой полосе. Была организована проверка. Эксперты обследовали 30 километров берега. Но мертвую рыбу обнаружили только на участке в один километр по берегам заливов. Нашли более 2000 погибших ершей, окуней, судаков и бершей. Большую часть составляла молоть, которая требовательна к содержанию кислорода в воде. Причиной гибели молоди окуня послужило интенсивное развитие цветения сине-зеленых водорослей из-за повышенной температуры воды и установившейся жаркой штилевой погоды, отметили эксперты. Несанкционированный детский палаточный лагерь нашли в Красноярском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области. Лагерь располагался на улице Максима Горького 6А в поселке Волжский. По мнению МЧС, эта территория подвержена угрозе лесного пожара. В итоге межведомственная комиссия решила прекратить деятельность палаточного лагеря и вывести детей. Самарца будут судить за 32 взятки таможенному инспектору. По версии следствия, мужчина в течение почти трех лет давал деньги силовику за консультации при оформлении декларации на товары из Китая. Теперь ему грозит два года лишения свободы. Ранее суд рассмотрел дело таможенного инспектора. За получение мелких взяток ему назначили судебный штраф 100 тысяч рублей. В Кухмистерской фон Вакана откроют ресторан. Реставрацию фасадов завершат до конца года, как и благоустройство прилегающей территории с ремонтом ограждения. Об этом сообщили в Управлении госохраны объектов культурного наследия Самарской области. Кухмистерская является памятником архитектуры федерального значения. Ее построили еще в 1903 году. Внутри здания были интерьеры с элементами ценных пород дерева, богемского стекла, лепного декора и росписи. За время его существования оригинальная планировка и часть интерьеров были утрачены. Некоторые помещения в доме находились в аварийном состоянии. К 2015 году Кухмистерскую должны были отреставрировать. Однако у собственника возникли сложности, из-за которых он не смог выполнить работы. В результате его оштрафовали за срыв сроков на 200 тысяч рублей. В период реставрации проходила информация, что в отреставрированной Кухмистерской хотят открыть пивной музей. Жара пришла в Самарскую область до конца недели. Однако в субботу возможен дождь, но кратковременный. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 23-28 градусов. Самарский победитель Европейского чемпионата Евроскиллс Михаил Воронцов снова хочет побороться за звание лучшего фрезеровщика мира. Чемпионат по профессиональному мастерству пройдет 10 августа в Казани и соберет профессионалов с 63 стран. За тренировкой победителя наблюдала Валерия Куценко. Завоевать мир. С таким настроем Михаил Воронцов готовится к чемпионату профмастерства WorldSkills. В этом году он будет проходить в Казани 10 августа и соберет участников в 63 стран мира. От прихмахеров до фрезеровщиков. Перед последними стоит задача за 4 часа без чертежей отточить 3 детали из алюминия и стали. Год назад Михаил участвовал в европейском этапе в Будапеште и привез победу в Россию. Пришел я изначально в конце второго курса, именно на учебную практику на основах ЧПУ. И у меня сходу началось все поучаться. Я начал смышлять в этом, в программировании, в самом изготовлении деталей. И мне это понравилось. И мне предложили, не хочешь ли ты поучаствовать в WorldSkills. То есть на тот момент я еще не знал, что это впервые слышу. Меня уже заинтересовал. Я думаю, надо поучаствовать, почему нет. И начал готовиться в колледже. То есть я готовился и уже тогда, то есть в полную неделю. Приходил с утра и также уезжал вечером. Я сам не ожидал. То есть началась моя компетенция называться. Я стою, сборная вокруг меня поддерживает, обнимает. Смотрю, третье место не я. Второе тоже не я. И думаю, ну, наверное, блин, точно первое. Может я, может и нет. И полностью обняк настал. То есть я ничего не понимал. Тут первое место называют меня. Называют или написано где-то было? И называют, и написано. И у меня резкие всплески эмоций. То есть и рад, и сейчас. После чемпионата Михаил теперь помогает своим сокурсникам работать на специальном оборудовании. И даже преподает свой курс. Здесь студенты имеют доступ к станкам. То есть к токарному и фрейдерному станкам с ЧПО. До этого они сначала изучаются на компьютерах, в симуляциях таких станках и в программах. Да, эти компьютеры, в принципе. Именно в симуляциях и программах, которые позволяют обработать и вообще создать деталь какую-либо в 3D-моделях. Он вращается и он снимает материал. А там инструмент, можно сказать, неподвижный, а вращается именно на сама заготовку. В колледже на станках изготавливают копии деталей, как и на чемпионате. Компьютерная программа позволяет не тратить много времени на их обработку. Есть вот такие детали, которые представлены на конкурсе. Она для отработки твоих навыков, чтобы ты потом мог в дальнейшем производстве, при виде какой-либо другой детали, ты мог понимать, как ее изготовить, какие могут с ней сложности возникнуть, и как лучше правильно подойти к ее обработке. Научиться работать на этом устройстве можно любому студенту технического направления за 5 месяцев. Положский государственный колледж вступил в это движение, в WorldSkills, одним из первых. И мы уже с 2012 года. Это движение настолько стало интересным, что если раньше мы сами выбирали студентов и рекомендовали им участвовать в WorldSkills, то со временем, например, в прошлом году, студенты уже сами записываются. Мы понимаем, что это совершенно другие требования к подготовке наших рабочих, мастеров и так далее. То есть это те ребята, которые уже по своему уровню будут соответствовать абсолютно другим стандартам. Все это работает на повышение статуса среднего профессионального образования. По словам организаторов, тем, кто прошел региональный и национальный этапы чемпионата, вручают Skills Passport. С ним шансы найти хорошую работу в технической отрасли и иметь достойную зарплату повышаются. Победителей ждет финансовая поддержка. За первое место участник получит миллион. Михаила ждет новый мировой этап чемпионата. И цель – идеально и без малейших трещинок – отточить деталь перед строгим жюри. Валерия Куценко, Сергей Баскин. События. Пройти практику на производстве и попробовать себя в новой профессии. Сегодня более 50 предприятий Самарской области предоставляют студентам такую возможность. В губернии запущен пилотный проект профстажировки 2.0. С фабрики мороженого репортаж Виктории Шарой. Елизавета Липовецкая учится на четвертом курсе Самарского госуниверситета. Планирует работать в пищевой промышленности, но где именно – пока не определилась. Говорит, одно дело лекции и совсем другое – реальное производство. На практике узнала о таких нюансах, о которых раньше и не задумывалась. Мне вот очень все понравилось. Особенно было интересно, как строятся взаимосвязи тут, как организовывается труд. И мне, как студенту, очень было интересно. И в целом захотелось даже попробовать себя в качестве работника. Самара стала пилотным регионом, где запустили проект профстажировки 2.0. Уже заключены договоры более чем с 50 предприятиями области. Это крупнейшие производственные холдинги, промышленные и сельскохозяйственные компании, органы исполнительной власти и местного самоуправления. Сегодня в данный проект вошло 73 региона Российской Федерации. Самарская область первой заключила соглашение. Это произошло уже 13 июня 2019 года. Дмитрий Триджиазаров добился того, что наш регион стал пилотным в данном проекте. Мы позволим нашему студенческому сообществу не просто делать курсовые работы теоретические, а писать их на таком уровне, который позволит им не просто дальше найти место своей работы последующей, но и самое главное, даст возможность реализовать те или иные, в том числе изобретательские свои предложения. Несколько самарских студентов уже прошли стажировку на фабрике мороженого. Завод не только открыт для сотрудничества, но и активно развивается. Запущена новая линия продукта. Кроме того, самарских любителей холодного лакомства скоро ждет сюрприз-новинка. Подробности производители пока держат в секрете. Зато охотно делятся рецептом выбора качественного мороженого. Потребитель должен обратить на состав продукта. Посмотреть, что мороженое состоит из молока, из натуральных компонентов, из сгущенного молока, из сахара. Также обратить внимание на массовую долю жира продукта, молочной части продукта. И уже выбрать, что ему нужно и что ему необходимо. Более жирное мороженое или менее жирное. После прохождения практики на Самарской фабрике мороженого у студентов возникли идеи производства продукции с новыми вкусами. А представители ОНФ предложили выпустить специальную серию лакомств к какому-нибудь значимому юбилею. На фабрике обещали подумать. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Она родилась и выросла в Самаре, а сейчас читает лекции по искусству в Китайском университете. Жительница Самары Наталья Карпушина уехала покорять Поднебесную 9 лет назад. В родной город приезжает ежегодно и каждый раз удивляется тому, как он изменился. С гостьей из Китая по набережной и художественному музею прогулялась Виктория Шарая. Встречу с Самарой Наталья неизменно назначает на набережной. Говорит, за годы поездок по Китаю лишь однажды оказалась вместе, напомнившим ей родной город. В городе Харбин есть улица, ведущая к набережной, которая очень похожа на Ленинградскую. В Китае Наташа оказалась по правительственной программе. Она закончила факультет искусств в МГУ и отправилась продолжать обучение в Пекин. Там и осталось работать. Сначала в арт-центре организовывала выставки иностранных художников, а позже переехала в Шанхай, где работает педагогом в университете. Читает студентам лекции об искусстве, а после проводит практические занятия. Мы используем вторичные материалы, это пластик, картон. Помимо того, что мы изучаем искусство, я стараюсь привить понимание и любовь к искусству, а также защитное окружающей среде, потому что это очень такая тема сейчас актуальная. Наталья готовит студентов к поступлению в иностранные вузы. Лекции читает на английском. Говорит, за годы жизни на родине Мао Цзэдуна китайский так и не выучила. Не было необходимости. Зато китайцы неоднократно заговаривали с ней на русском. В Поднебесной делится девушка. Немало поклонников России и русского искусства. Расскажи, Наташа, китайцам какие картины из этого Самарского художественного музея могли бы понравиться? Китайцы очень любят русская живопись, потому что все равно традиционно китайская живопись, она очень сильно отличается от нашей, поэтому они учатся, быстро учатся, а все равно также предпочитают русское искусство. Им нравится пастозная живопись. Знакомство Натальи с работами, представленными в Самарском художественном музее, показало, китайцам сюда идти можно и даже нужно. Здесь представлены сразу три работы русского живописца Константина Коровина. Творчество которого в Поднебесной очень ценят. Яркий представитель современного русского искусства. И вот именно такая живопись очень нравится китайцам. Я думаю, что этот зал был бы самым любимым. Наталья активно путешествует по миру и, конечно, в каждом городе обязательно бывает в картинных галереях и на выставках. Зал художественного музея, в котором представлено китайское искусство, девушку приятно удивил. Говорит, такой богатой коллекции не встретишь даже во многих столицах мира. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. 230 участников шесть летних смен в оздоровительном лагере «Арго» для юных спортсменов проходят мастер-классы «Будущее рождается сегодня». За 12 дней любой подросток сможет постичь уроки дзюдо, чирлидинга, футбола и туристического спорта. За спортивной подготовкой наблюдала Валерия Куценко. Лагерь «Арго» готовит настоящих юных спортсменов. На одной площадке можно встретить и профи своего дела. И любителей спортивного образа жизни. В предпоследний день смены спортсмены провели для всех ребят в лагере марафон мастер-классов. Бег, прыжки, танцы с помпонами и имитация лыжной ходьбы. Артем Павловский на концерте открывал спортивный марафон. Счастниками финального соревнования первенства России. Артем 8 лет профессионально занимается лыжным спортом. Говорит, любовь к лыжам – это у него от папы, который, будучи сам спортсменом, привел его в секцию. Артем с удовольствием приезжает в «Арго» уже пятый год подряд, потому что здесь отдыхают его друзья из спортивной школы. Здесь хорошая трасса для катания на лыжероллерах, также круг для имитации лыжных ходов и просто хорошая атмосфера. Тут еще одна лыжная школа есть, вот, как бы уже с ними знакомы и общаемся. По словам директора детского центра Игоря Сазонова, за 12 дней смены дети приобщаются к спорту и здоровому образу жизни. Многие из них после лагеря записываются в те спортивные секции школы, где занимаются их друзья-профессионалы. Им тем не менее интересно, они во всех этих мероприятиях принимают участие. То же самое занимаются с нами и спортом, и футбол, и волейбол, и пионербол. То есть мы проводим свою спортакиаду, они везде принимают участие, поэтому они не лишние, а наоборот, иногда даже задают тон. За лето в лагере проходят шесть смен, от волонтерской до театральной. Заявки принимаются от школ города, где отбирают самых активных ребят. Ребенок может найти себе занятие по душе, и в самой разной направленности смены проводятся. Проводятся и технические смены, и естественно научные. Наши ребята – это новое поколение, это то поколение, которое выбирает здоровый образ жизни, которое выбирает увлечение спортом. Лагерь «Арго» каждое лето ждет активных подростков от 7 до 17 лет, которые любят заниматься творчеством, спортом и хотят найти друзей по своим интересам. Валерия Куценко, Николай Сидоров, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Я, Александр Ломай, с вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова